Ребята, вы очень часто просите меня записывать на своем YouTube-канале что-нибудь помимо FIFA, и как мне кажется, сегодня настал тот самый день. Я прошел Cyberpunk 2077, скажу даже больше, я прошел ее на платину, спойлер, это было очень больно. Ну и по 85 часам вы понимаете, что мне в принципе есть что вам рассказать про эту игру. Да, я понимаю, что просмотров будет немного, но я хочу, чтобы вы знали, я впервые за очень долгое время получил невероятное удовольствие от записи и монтажа. Блять, какое же это прекрасное чувство записывать что-то помимо FIFA. Так или иначе, если вы кликнули на этот видеоролик, попрошу вас поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно важно по данным видеороликам, потому что опять же я знаю, что просмотров будет не очень много. Я уже делал нечто подобное FIFA 18, где я выбивал платину и рассказывал про ачивки, поэтому в принципе я буду рад, если этот видос зайдет. Если не зайдет, ну я знал, на что я шел. Ну что, друзья, именно вот так вот выглядит человек, который выбил платину в киберпанке. Положаю руку на сердце, если бы я знал, что меня ждет в этой игре, скорее всего я бы не подписался на эту авантюру. Всего я в игре наиграл, как вы можете видеть, 85 часов. Могу сказать однозначно точно, что это время я мог бы провести куда полезнее. Ну и в общем-то давайте, сейчас я выскажу свое мнение про саму игру, а потом уже перейдем к разбору платины. Вдруг кто-то захочет выбить ее, вдруг есть такие же извращенцы, как я. Саму игру я не ждал все 8 лет, пока она разрабатывалась. Наверное, последний годик я уже начал так тщательно всматриваться в нее. И, собственно, после того, как она вышла, естественно, я ее сразу же купил в цифре, потому что на дисках мне ждать было в лом. Ну, я не знаю, кто-то в теме или нет, я коллекционирую диски. Вон они у меня на фоне. И зачастую мне приятнее держать в руках физическую копию, нежели вот эту вот бездушную и цифровую. Но, так или иначе, мне пришлось купить цифровую версию, так как ждать следующего дня я уже не мог. Запускаю и чувствую себя бета-тестером этой игры. Вылеты регулярно практически каждый час. Классно. Не этого, да, мы ждали все эти 8 лет, согласитесь? Но при этом меня поражал этот мир. Какой же плеть он все-таки красивый и огромный. Дизайнерам прям вообще респект. Это та самая игра, которую я люблю и ненавижу одновременно. Ни к одной другой игре я не испытывал такие чувства. Да, есть FIFA, та же самая, но там ненависть на другом уровне, нежели в Киберпанке. В этой игре прям какая-то лютая ненависть, знаете, когда зависает у тебя игра на какой-нибудь сайт-квесте, а ты идешь на платину, ты уже там наиграл 70 часов, ты знаешь, что осталось вот последние часов 10. Ну и потом, салм алекум, игра забаговалась. А перезапуска миссии-то нет, то есть, если ты уже поверх того сейва сделал сейв, все. Единственное, что тебе остается, это бежать назад, откатываться, искать какой-то ранний самый сейв и проходить эту миссию. Ну и важно подметить, что подобная ситуация была не единична. Как минимум 3-4 раза я оказывался в таких тупиковых ситуациях, где я просто не мог продвинуться по квесту. Сложность не зависит от самой игры, то есть, сложность в том, что, опять же, ты никогда не знаешь, когда у тебя игра забагует. Вообще, крайне сложно получать удовольствие от самого сюжета, когда у вас нет полноценного погружения в эту игру. Я в каком-то моменте его потерял, когда все чаще и чаще мне стало выдавать вот подобные баги, где всякие модельки проваливаются сквозь текстуру, где там модельки удваиваются. Там, допустим, есть серьезный какой-то момент, где к Яну стоит курить, там что-то втирает, а сигареты у него зависают на воздухе. Я типа ржу, блядь, сижу и... И как тут, блядь, иметь погружение в сюжет? Я хуй знаю. Я просто пол игры ржал нахуй, серьезно. Но местный фоторежим, конечно, перечеркивает все. Какой же он охуительный. Ну, не соврать, это, наверное, самый лучший фоторежим, который я видел вообще в играх. Ну и, собственно, друзья, давайте перейдем к основной теме данного видеоролика. В конце я выскажу еще раз свое развернутое мнение по поводу игры. Ну и, в общем-то, поехали. Что нужно сделать, чтобы получить платину в Киберпанке 2077? Небольшая рекламная вставочка, друзья. Сегодня будет кубок английской премьер-лиги. Эвертон будет играть против Манчестер и Юнайта. По закрепленному комментарию можете делать вставочку или же просто перейдите по моему QR-коду и используйте мой промокут. Он очень классный. Про сюжетные трофеи я ничего говорить не буду, но они все довольно-таки простенькие. Но если вдруг вам нужна будет какая-нибудь подробная информация, всегда из сайта strategy.ru. Будем идти от самых легких трофеев к самым сложным. Ачивка, ответный удар. Вам нужно убить чувака, который кинул вас в гранату. Все просто. Выбрать 10 вариантов ответа, связанные с прошлым Ви. Собственно, в диалоге периодически будут появляться, так скажем, намеки на прошлую жизнь вашего главного персонажа. Выбирайте 10 ответов и получаете ачивку. Настоящий солдат. Вам нужно просто убить 300 врагов, что тоже довольно-таки легко. 17% игроков сделали это. Но если вы, конечно, не какой-нибудь Сэм Фишер, который проходит все по стелсу. Убить или оглушить 100 врагов оружием ближнего боя. Катана, топор, там, я не знаю, мачете, что-нибудь из этого берете и идете рубить. Периодически между перестрелками не забывайте об этом, и все будет тип-топ. 2 головы, 1 пуля. Убить или оглушить 2 врагов 1 выстрелом из снайперской винтовки. 10% игроков сделали эту ачивку. Все довольно-таки просто. Берете снайперку и убиваете 2 врагов. Легенда по смерти. Улучшить репутацию до максимума. Интересно, что сам максимальный уровень не пишут, но я вам скажу. 50-й. Просто бегаете по городу, выполняете миссии, помогаете копам с бандитами, и, собственно, увеличивается репутация. Установить не менее 1 импланта в каждую систему и часть тела. Тоже все довольно-таки просто. Идете к реперу и устанавливаете импланты. И, блядь, как же круто это выглядело в начале игры, когда вам вставляли первые импланты. Но дальше по сюжету нет ни одной похожей сцены. И когда вы приходите к реперу, вы просто покупаете, собственно, импланты и все. Блядь, это так тупо. А я думал, что каждый раз это будет какая-то мини-сценка, которую прямо вот с кайфом я смотрел в начале. А по итогу просто приходите. О, я хочу себе новые ноги. Ноги в инвентаре. Охуительно. Мир! Завершить главную сюжетную линию. Просто пройти игру. И не важно, на какую концовку. В любом случае, вы получите эту ачивку. Сейчас будут небольшие спойлеры, связанные со второстепенными персонажами. Так что, если чё, я предупреждал. Кино, вино и Бусида. Посмотреть Бусида Икс с Бестией. На протяжении игры у вас появится побочный квест, где Джонни попросит вас одолжить, так скажем, тело. Это одна из тех миссий, которые у меня залагали, и мне пришлось перезагружаться и откатываться. Игру назад. Завершить сюжетную линию Джуди Альвареса. Будь ты, блядь, проклята игра. Именно на этой миссии я, наверное, больше всех нервов потратил. В какой-то момент вот я плыву с Джуди, и она просто пропадает. Вот сейчас. Всё, пропала. И так повторялось несколько раз. Я по итогу такой, блядь! Опять нахуй искать какой-то старый сейв, перезагружать. Ну, к счастью, это мне помогло, и игра заработала. Завершить сюжетную линию Ривера Уорда. Очень важно, что в какой-то момент Ривер вас спросит, типа, хотите ли вы продолжить со мной расследование, или что-то в том стиле. Не отвечайте нет, потому что тогда вам ачивка не засчитается. Нужно конкретно довести дело до конца. Выполнить злом протокола, отправить не менее трёх скриптов. Я с этой ачивкой вводился прямо до самого конца. Я долго не понимал, что нужно делать. Но по итогу я купил там всяких демонов, и всё заработало вроде. Я думаю, найти подробный гайд не составит труда, поэтому, если кому надо, тот найдёт. Бродячий шут. Найти все граффити с картами Таро для задания шут из Найт-Сити. Все граффити отображаются на карте, поэтому ничего сложного, просто приезжайте на место и сканируйте кнопочкой L1. Крыса, что ли? Отправить скрипт отвлечения врагов 30 раз, не привлекая к себе внимания. Просто становитесь где-нибудь за угол и играйте с двумя камерами. Именно так я выполнял ачивку. Зажимаете L1, отвлечение врагов, он подходит. На дальнюю камеру L1 он отходит. И вот так вот проворачивает 30 раз. Убить или оглушить трёх врагов подряд из пистолета или револьвера в ближнем бою. Но тут не уточняется, что вы должны это сделать то ли там за 4 секунды, то ли за 5 секунды. Короче, очень быстро с револьвера вам нужно будет убить трёх врагов. Следующая ачивка, перелётная птица. Найти все терминалы быстрого перемещения. Если посмотреть на карту, наверное, можно просто охотить и сказать «Блядь, как же это сложно». Но на деле всё проще, чем вам кажется. Во время выполнения всех миссий они будут у вас на карте отображаться, когда вы будете мимо них проезжать. Тем более, так как я понял, ачивка баганутая, потому что после её получения я находил ещё терминалы быстрого перемещения. Изготовить 3 легендарных предмета. Вам нужно будет 18 уровень техники и, собственно, перк изобретатель. В принципе, вы можете сделать сейв, создать 3 предмета и загрузить сейв, чтобы не тратить лишние бабки. Тихо едешь, быстро сдохнешь, убить или оглашить 50 врагов в замедленном режиме. Тут вам понадобится снова рипер. Покупайте у него определённый перк замедления времени. И тут, собственно, у вас есть два способа убийства врагов. Способ номер один. Они, когда вас обнаруживает, игра немного замедляется, и вы убиваете врагов. Или же двойным нажатием нолик при увороте у вас тоже игра замедляется, и вы стреляете и, собственно, таким образом 50 врагов убиваете. Довольно-таки просто. Потрясающе! Собрать все вещи, принадлежавшие Джонни Сильверхэнду. Опять же, подробный туториал можете найти на Stratage. Не буду сейчас вам все квесты показывать, потому что видос затянется до пиздеца. Особенно классно выглядит Порш Джонни Сильверхэнда. Это вот та вещь, ради которой стоит заниматься этим квестом. За всё плохое завершить сюжетную линию Кэрри Евродина. Это тоже миссия, которая у меня в своё время зависла, и мне пришлось перезагружать какой-то там сейв, чтобы продолжить её. Игра снова залагала, и миссия зависла. Нужны ли ещё какие-то слова, блядь? Данная второстепенная миссия начинается с квеста Сюрприз, насколько я помню. После этого квеста пройдёт какое-то время, он вам должен перезвонить, и это очень бесячая хуйня, ты сидишь, просто ждёшь, пока вам этот хуй перезвонит. Ну и в комментариях я читал, что некоторым людям Кэрри почему-то не перезванивала, и от этого миссия тоже глючилась. Так, стрелок, попасть пулей из револьвера в летящую гранату врага. Тут замедление времени вам в помощь. Я здесь закон, выполните задание из серии «Приступ к киберпсихозу». Тоже ещё одна миссия, которая у меня зависла, из которой мне пришлось перезагружать. Да и вообще, вы можете заметить, что каждая вторая ачивка вызывала у меня проблемы, как минимум, потому что игра баговала в какие-то моменты. Так, выполнить все заказы и закрыть все заявки на расследование в отцине. Короче, ребята, желаю вам удачи, кто пойдёт за этой платиной, потому что просто посмотрите на эту карту и держите в голове, что вы должны закрыть все жёлтые штучки, все синие штучки, и стоит ли вам говорить, насколько это весело. Все побочные миссии с расследованиями и заявками — это однотипно ебала разработчики. Будьте вы, блядь, прокляты. А тут ещё нужно закрыть все заявки и расследования в городском центре, закрыть все заявки и расследования в Сан-Даминде. Короче, все активности на карте вы должны выполнить. Так что это вот та ачивка, которая вызовет у вас просто моральное истощение. Убить или оглушить трёх врагов одним скриптом «Взрыв гранаты». Собственно, вам нужен будет скрипт «Взрыв гранаты». Находите кучку врагов и используйте его. Сработал у меня не с первого раза, тоже какой-то глючный трофей. Использовать второе сердце, а затем убить или оглушить врага. Тут опять же вам поможет риппер. Идёте к нему, покупаете имплант «Второе сердце». Вас убивает и вы должны, воскреснув, убить врага за 5 секунд. Ачивка «Полный фарш». Купить все доступные транспортные средства. Тачки в этой игре выполнены просто потрясающе. Вот кому-кому, а вот к людям, которые занимались автомобилем, вопросов вообще нет. Особенно если смотреть от первого лица, ты вглядываешься в это всё и видишь, какая титаническая работа была проделана над дизайнами тачек. Но тут есть вторая сторона медали. Вы можете купить только какие-то определённые тачки и сделать с ними вы ничего не можете. В плане тюнинга. Ни цвет поменять, ни спойлер поставить. Вообще нихуя. Хотя при этом, мне кажется, у разрабов были такие мысли. Потому что, когда вы ездите по городу, видите какие-то классные тачки. И ты такой, блядь, в смысле? У этого ебучего болванчика есть вот такая тачка, я не могу себе её позволить. Я помню, ехал, нашёл себе мотоцикл с синими колёсами. Я такой, вау. Ладно, вы не добавили тюнинг. Так сделайте, блядь, гараж, в который я мог бы загонять эти машины. Так, я немного отошёл от темы. Короче, вам нужно купить все тачки в этой игре. На это вам потребуется около двух лямов. Я хуй знает, как найти эти два ляма, если заниматься только легальным способом. Я нашёл баг в этой игре. Точнее, не я нашёл, а нашёл кто-то в интернете. Я зашёл, посмотрел гайд, как нарубить бабла. 10 из 10 развить любой навык до максимального уровня. Не самый простой тарафей, как вы можете видеть по сложности. Потому что, чтобы его нафармить, мне приходилось в конце игры просто хуярить только с револьвера. Я посмотрел, какой навык у меня приближен максимально к 20 уровню. Это был у меня короткоствол, 12 уровень. И я просто практически всю вторую половину игры стрелял с револьвера, чтобы достигнуть его до максимума. Но при этом важно, чтобы этот сам навык вы тоже развивали. Чтобы там не доходило до предела 14 уровня, вы просто стояли. Потому что у меня была именно вот такая проблема. Так, дальше тут выполнить все заказы. Ну, вы сами видите, что никто не хочет заниматься этими заказами. И эти ачивки крайне редкие в этой игре. Я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну и предпоследняя ачивка до платины. Жёсткая посадка называется. Убить или оглушить двух врагов, совершив супергеройское приземление, когда действует берсерк. Ебать, как сложно звучит, да? Но на деле не менее сложно. Потому что я вот на протяжении всей игры пытался выполнить этот трофей. Он реально глючный какой-то. Опять же, тут вам понадобится рипер. Едете, покупаете берсерк. L1, R1. Двойной прыжок. И этим двойным прыжком вы должны прыгнуть на двух врагов. Они должны либо сдохнуть, либо оглушиться. Я тысячу раз убивал врагов, и они никак не реагировали. Я хуй знает, от чего это зависит. Поэтому рандом вам в помощь и удачи с выполнением данной ачивкой. Ну и, собственно, платина. 0,1% игроков выполнили эту ачивку. Как я говорил раньше, это сложность 10 из 10. Потому что вы никогда не знаете, когда у вас игра баганет, когда у вас миссия зависит, когда она у вас вылетит. Так, хронология ошибок. Вот, смотрим, как часто у меня бывали вылеты в киберпанки. Мне, честно, сейчас лень считать, сколько их всего было. Но, в целом, видите, что не так уж и мало. Но, наверное, не больше, чем на PlayStation 4. Пере говоря, вообще, в целом, про версию на PS5. Я не могу сказать, что я испытал какой-то лютый негатив по отношению к графону. Графон, как мне кажется, был вполне себе приятным и приемлемым. Ну и вообще, многие, наверное, будут задаваться вопросом, почему я не купил версию для ПК. На это есть несколько причин. Причина номер один. Один, я просто не воспринимаю ПК как игровую платформу. Не знаю, как-то вот с детства я полюбил консоли. И с этих самых пор я играю только на них. Вторая причина. Возможно, мои бы системные требования не подошли под киберпанк. Третья причина. Мне просто не нравится сидеть за компом по несколько часов подряд. А за киберпанком я порой и по 12 часов сидел. Также причина кроется в ачивках, которые я регулярно убиваю на PlayStation 4. Ну и одна из самых главных причин. У меня просто в комнате огромный телек, кровать. И я люблю чилить, курить кальян и играть в игры. Может быть, они и хотели бы там валяться на диване, блядь, и курить хуй. В смысле кальян. Но нет, они этого не делают. Также из последних платин я выбил Vastras Playroom. Отличная игра. Я прям с диким кайфом прошел. Она абсолютно бесплатная на PlayStation 5. Всем рекомендую. Платины не сложные и приятные. Также я выполнил платину в самой сложной игре в мире. My name is May. 91% игроков выполнили плашку. Фановая игра, где вам нужно просто жать на крестик. Marvel, Человек-паук, тоже довольно-таки простая платина и интересная игруха. Но я ненавижу ачивки за второе прохождение. Вот это вот дизлайк. Все бы ничего, но второе прохождение немного подзаебало. Особенно заставки, которые ты не можешь скипнуть. Ну и, собственно, Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Это, я склонюсь считать, один из лучших Need for Speedов за последнее время, если не лучше. Если реально взять последние 7 лет, это реально лучший Need for Speed. Я помню, я в 2013 году также ачивку выбил на Xbox 1000 очков G. Ну и, собственно, вот по старой памяти тоже решил вспомнить былое и с диким кайфом прошел эту игру. Вернемся к Киберпанку. Что еще можно сказать про эту игру? Да дохуя чего можно говорить про эту игру? Проект, конечно же, неоднозначный. Я как получал удовольствие, так и получал лютый негатив от этой игры. Кстати, я играл за Дитя улиц. Но, насколько я знаю, разница лишь в первых там 15 минут катсценах. То есть, как мне кажется, это абсолютная халтура. Да и вообще, в целом, мне непонятен сей факт, почему на обложке Киберпанка изображен V. Ну, по идее, я понимаю, это дефолтная моделька, которая, по идее, должна быть V. Но каждый здесь выбирает все персонажи, там, в редакторе создавая мужика или девушку. По идее, как мне кажется, на обложке должен, по-хорошему, быть Киану Ривз. Потому что, что это, блядь, за хуй? Тем более, вы можете выбрать пол главного персонажа. То есть, обложка не ассоциируется с главным героем. Поэтому CD Projekt вы в этом плане обосрались. Потому что, если бы был бы Киану Ривз, мне кажется, было бы намного, намного логичнее, что ли. Потому что он есть в этой игре. Это персонаж, с которым вы взаимодействуете в этой игре. А это хуй пойми кто. Ну и, конечно, дико удручает, что в городе, где вы можете вставлять все импланты, где вы можете менять свои ноги, руки там и прочее, прочее, вы не можете просто изменить себе прическу. Ну, это же просто охуительно, да. Вы не можете изменить прическу главному персонажу. Сам город выглядит красиво. Ну, вы посмотрите, какой прекрасный Найт-Сити, блядь. Ну, дизайнерам прям огромный респект. Но в этом городе одни болванщики. Ну, смотрите. Я просто стреляю, И у всех одна и та же реакция. В 2020 году выпускать игру, где искусственный интеллект жителей хуже, чем в GTA San Andreas, извините, это полный пиздец. А как вам вот это, смотрите? Ага. Она вроде откинулась, да? Я выкидываю из машины, и она вдруг внезапно стала живой. А как вам копы, которые респаунятся у вас за спиной? Ну, это прям вообще бредовая хуйня. Вот смотрите. Нет копов, идут. Опа! Салам алейкум, блядь. Я нахуй прыгнул, блядь. Вот с той нахуй высотки. Как мне кажется, в игре такого не должно быть. Но это полная срань. Особенно, когда они у тебя в квартире респаунятся. Типа ты какую-то хуйню делаешь, забегаешь домой, и у тебя дома коп. И ты такой, блядь, что? Реально, у меня в голове не укладывается, кто на полном серьезе решил, что, ну, вот это вот крутая система, блядь. Так, смотрите, NPC. В какой-то момент встал и исчез, блядь. Почему бы нет, блядь? Просто исчез нахуй. Так, ну-ка. Что с тобой будет? Ты тоже исчезнешь, да? Блядь! Что это? Это какой-то ебучий телепорт в этом месте. Блядь, ну-ка, Ася, я встану. Я исчезну? Блядь, а я почему-то не исчезаю. Это что, блядь, такое? Блядь. Ну, вот сами посмотрите, блядь. Я просто зашел в игру, походить так немножко, показать вам, что здесь происходит. И вот что здесь происходит. Что это, блядь? Блядь. Ой, блядь, какая это хуйня, блядь. Да отъебись, блядь, Джуди Альварес. Почему я не могу скипнуть этот разговор? Отъебись. То, что вы делаете, не совсем законно. Блядь, то, что вы делаете, это законно? Вот смотрите, вас нигде нет, и сейчас вы из-за спины у меня высритесь. Вот это, блядь, законно! Вот это, блядь, законно! Я понимаю, 27-7 там, блядь. Я не знаю, будущее, все такое. Но вряд ли в будущем люди будут обладать такой телепортацией. Ну и самое охуенное. Копы ни за что в мире за вами не устроят погоню. Вот, я просто взял съебался и все. То есть полиция в этой игре не знает, как передвигаться на автомобиле. Ну, просто вдумайтесь, насколько это плохо. Также немного удручает одежда, которую вы носите. Сейчас попытаюсь объяснить. Допустим, мне нравится вот эта вот курточка, но уровень брони девятка. Я никак не могу улучшить уровень брони у этой куртки, но она выглядит круто, она мне нравится. Поэтому зачастую приходится носить то, что обладает большим уровнем брони. Ну, типа вот хочется мне бегать в мини-юбке, блядь. Но броня у нее все же 13. Прокачка не имеет никакого смысла в большинстве своем. Просто накидали хуйни. В основном это пассивные перки. Так что прокачивать персонажа здесь вообще не интересно. Вот здесь вот интересная ветка, которая почему-то не отображается, но возможно в будущем, в будущем, будет какой-то DLC, которая откроет вот эту вот ветку. Я выполнял вот эту всю срань, ёб твою мать. Но в целом побочные миссии, это, конечно, лютый кал. Не считая тех миссий, где у вас есть сюжетные персонажи. Вот вы это видите? Смотрите на этот графон. Какая убогая хуйня. Посмотрите. Блядь, я понимаю, что вам нужно было как-то там на фон поставить какие-то тачки для детализации прорисовки. Хватит, блядь, меня сбивать! НПС вообще нахуй на дорогах не останавливаются! Хули ты, блядь, едешь? Где нахуй, блядь? Ебать, это что? Блядь, что это? Ебать, это что? В 2077 году, ребята, будет дождь из автомобиля, так что будьте аккуратны на дорогах. Мне очень понравилось, что они делают дань уважения серии GTA, когда тачка переворачивается на крышу. Она взрывается в 2020 году, блядь. Так, это что из воздухе зависло? Что это? А, это номер завис. Понятно. Блядь, а что со мной? Я застрял! Я не могу идти! Я не мог идти! Я просто застрял в текстуре! Это пиздец какой-то, ребята. Как я эту игру прошел на платину, я просто не представляю. Он, блядь, знал, на что подписывается. Кстати, вот само управление не вызывает у меня какого-то лютого негатива. Типа, да, тачки заносятся, блядь, там опять тачки падают с неба, да что? Куда ты идешь? Блядь, сквозь тачку, блядь, это что все такое, блядь? Я в охуе просто, блядь. Блядь, беги, чувак, ты сейчас взорвешься. Я, пожалуй, отъеду. А ему похуй, бля, он терминатор. Он просто стоит на месте и ничего не боится. Ой, преступление. Но как же похуй? Потому что я сейчас отъеду и никто меня не сможет догнать. Также бесит, что у вас периодически на самом экране остаются всякие артефакты по типу вот этой хуйни, которая справа у меня. То есть вот это вот дерьмо у меня вот на протяжении всей игры. Озвучка в этой игре это просто лютый кал, ребята. Если вы будете проходить, крайне рекомендую делать это на English. И да, они позвали каких-то там суперзвезд, Элджея, там, еще кого-то. Но быть блогером и чуваком, который озвучивает диалоги, это совсем разные вещи. Талант, как говорится, не купишь, поэтому звучит это все очень убого. Ну и по дизлайкам на канале вы можете понять, насколько это людям зашло. К сожалению, в этой игре тачки бьются очень плохо. И вот что это за огонь, блядь? Кому вот пришла мысль такая в голову сделать вот такой вот вид урона? Что это? Ну это выглядит нереалистично. Ну не бывает так в реальной жизни. Мне кажется, одновременно разработкой этой игрой занимались гении и бездари в одном коллективе. Потому что с одной стороны ты смотришь, как круто все выглядит. Типа, пиздато, сюжет интересный, постановка. Да и в целом играть в игру интересно. А какой дизайн, блядь? И с другой стороны ты видишь все эти баги, косяки и думаешь, блядь, за мини-карту, блядь, нахуй отдельный респект. Я практически в 90% случаев всегда проезжаю свой ебучий поворот, блядь. Блядь, как же много я матерюсь. Все-таки игра в киберпанк дает о себе знать. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. А еще мне бесит, что из этой тачки нельзя на полной скорости выскочить. Ну, типа, вот вы просто стоите и все, блядь. И тачка сама тормозит. Но при этом, опять же, сука, мне нравится эта игра. Мне нравится эта игра. Я кайфанул с нее. Ну, блядь, ну, вряд ли ты 80 часов наиграешь в игру, которая тебе не нравится. И вот вы знаете, ребята, почему-то мне крайне мало верится, что игру разрабатывали 8 лет. И я более чем уверен, что игра получилась бы шедевральной, если бы не открытый мир. В этой игре он просто не нужен. Могли бы сделать какой-нибудь условно открытый мир, который похож был бы на какой-нибудь, там, не знаю, Last of Us 2, где вы бегаете по закрытым локациям, но периодически у вас есть ощущение, что вы в каком-то большом городе. Да, я понимаю, что со временем, возможно, они доделают игру, и в конце, там, я не знаю, 2007 года эта игра станет играбельной. Некоторые люди говорят, потерпи, подожди. Я, блядь, покупаю игру за фулл прайс. Опять же, я не какой-то бета-тестер. Какого хуя я должен терпеть? Даже дурацкий пример я с голове. Приходишь ты шаурмеченную, покупаешь шаурму, а она оказывается без мяса. Кто будет виноват в этой ситуации? Ты, человек, который купил эту шаурму, или шаурмен, который якобы готовил для тебя эту шаурму? Да, пример, ебадуты немного, но вы поняли. И самое странное в этой ситуации, что по итогу я хочу сказать, что эта игра мне все-таки больше понравилась, нежели не понравилась. И боже, ребята, как же классно записывать и монтировать что-то помимо FIFA. Какое же удовольствие я получил, несмотря на то, что я на монтаж затратил намного больше времени, на запись потратил около двух часов своей жизни, но по итогу, как же я кайфовал от этого процесса. Так что, если вы досмотрели этот видеоролик до конца, поддержите лайком, оставьте какой-нибудь комментарий, для меня это действительно важно. И опять же, возвращаемся к мысли, насколько же, блядь, меня заебало FIFA. Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова